МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О событиях региона расскажем в информационной программе День Республики в студии Бунта Катнанова. В Калмыцкой столице благоустраивают аллею героев. Выбранная территория ремонтируется за счет программы формирования комфортной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Напомню, в прошлом году на единой федеральной платформе проходило голосование, в результате которого для капитального ремонта определен этот мемориальный комплекс. На территории аллеи заменят плиточное покрытие и уличное освещение. Запланирована реставрация гранита у памятника Басану Бадминовичу Городовикову. На сегодняшний день на объекте уже проведены демонтажные работы. Проведены следующие работы. Это демонтаж бордюрных камней, демонтаж уличного освещения, демонтаж плиточного покрытия. И, как мы видим, сейчас идут работы по укладке плитки. Новые плитки широкого формата, следуя современной тенденциям. К работе подрядчик приступил 15 мая. Вот с 15 мая, можно сказать, буквально за один месяц проведены эти работы. Вправление городского хозяйства контролирует ежедневно ход работы. В следующем году будут благоустроены два объекта. Это сквер в поселке Аршань на улице Мира и сквер у памятника Пушкину. Строительство проблемного объекта в 9 микрорайоне на постоянном контроле надзорного ведомства. Так, прокурор столицы Илья Новиков совместно с представителями заказчика, подрядной организацией, Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству побывали на объекте. Они обсудили вопросы, связанные с ходом строительно-монтажных работ, наличием необходимым материалом и оборудованием, проектно-смертной документацией и соблюдением сроков. По итогу выездного мероприятия прокурорам города вынесено как подрядчику, так и заказчику предостережение о недопустимости нарушения намеченных сроков строительства объекта. Продолжаем выпуск. В целях развития малого агробизнеса и его инвестиционной активности Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия ежегодно оказывается грантовая поддержка, в том числе начинающим фермерам. В текущем году общий объем адресной поддержки в этом направлении составил свыше 36 миллионов рублей. При этом Министерством на регулярной основе осуществляется проверка соблюдения условий грантополучателей. По результатам проверки у двух начинающих фермеров выявлены нарушения срока реализации проектов. Еще два получателя не по назначению использовали деньги. По всем выявленным нарушениям Министерством принимаются соответствующие меры. Более 87 оздоровительных учреждений готовы принять калмыцких школьников. В Степной Республике стартовала кампания по летнему отдыху детей. Одним из учреждений дневного пребывания стала средняя школа номер 17 имени Давида Гугультинова. О том, какие условия там созданы для учащихся, узнала наша съемочная группа. В самом разгаре занятия в столичных лагерях дневного пребывания. Исключением не стала средняя школа номер 17 имени Давида Гугультинова. Летние каникулы здесь проводят учащиеся с 1 по 10 класс. Один из них – Танзан Джунгуров. Активист школы с гордостью отмечает, что двери любимого отряда открываются для него не в первый раз. Мне нравится приходить в лагерь, тут очень много интересного. Я играю с друзьями в игры, в футбол, в волейбол. Также я играю в увлекательных событиях, которые проходят в лагере. Столовый кормят очень вкусно и мне очень нравится. Я думаю, они работают прелестно и выполняют свою задачу. Здесь есть все для комфортного пребывания школьников. Благоустроена территория, оборудована спортивная площадка. Особое внимание уделяют и вопросам безопасности. В программе лагеря спортивные мероприятия, настольные игры, утренняя зарядка, различные кружки и лекции, мастер-классы – все для интересного и активного досуга. Также в учреждении проводят творческие и культурные мероприятия. Побывали школьники и на экскурсии в музее имени Пальмова. В нашей школе работают два лагеря. Это лагерь дневного пребывания на рынок и профильный лагерь ДГЦ. То есть всего в общей сложности у нас получается 180 воспитанников. Основное направление двух лагерей – это у нас военно-патриотическое. Поэтому основная цель всего мероприятия – это привить детям чувство гордости за свою страну, чувство патриотизма. То есть на всю смену у нас рассчитано и расписано очень много мероприятий, посвященных этой теме. В апреле у нас начинается набор. Обязательно это категория, в первую очередь, категория детей с ОВЗ. Многодетные дети, малообеспеченные. Ну и, конечно, активисты нашей школы. То есть они могут обратиться к нам, к классу руководителя, мы дальше составляем список и берем детей в айд. В течение месяца более сотни ребят с пользой проводят время, ведь не все родители имеют возможность постоянно быть рядом со своим ребенком в период каникул. А потому лагерь – это отличная альтернатива. В этом году главным лейтмотивом стало военно-патриотическое воспитание. Для учеников преподаватели проводят уроки мужества и занимаются специализированной подготовкой. Воспитатель первого отряда, отряд называется «Орлята». В отряде 26 человек, дети первого класса и 5 человек второго класса. В первой половине дня дети участвуют. В основном все в общелагерных конкурсах, мероприятиях. А во второй половине дня после обеда мы занимаемся в кружке, которая называется «Умелые ручки». Дети из подручного материала изготавливают с возможной игрушки. Сегодня, допустим, мы изготавливали картины. Еще одна составляющая – хорошего отдыха, правильное питание. На завтрак молочные блюда, в обед первое, второе – салаты из свежих овощей, фрукты и компоты. Каждый день прожитый в лагере по-своему незабываемый. Напомню, что в эти дни в 15 учреждениях дневного пребывания отдыхают 2550 юных листинцев. Смены продлятся до 30 июня и всего порядка 7 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях республики. Юлия Шаткаева, Анатолий Коженбаев, информационная программа «День республики». К другим темам. По всей стране дан старт приемной кампании 2023 года. В Калмыцком госуниверситете также начался прием заявлений на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры. Подать документы можно очно, по почте, через сайт ВУЗа, а также с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн. В этом году Министерство науки и высшего образования России выделило Каламгу 1239 бюджетных мест на все уровни и формы обучения, отметил ректор ВУЗа Бадмас Салаев. Открываем новые профили, профили по программе бакалавриата, порядка 10 сегодня новых профилей. Это все с учетом интереса сегодня, во-первых, наших абитуриентами, то, что им интересно абитуриентам, то, что сегодня востребовано рынком, как мы реагируем на это. И поэтому это еще раз показывает свидетельство, насколько мы динамично реагируем, я думаю, это Каламганский государственный университет, на все эти запросы и интересы, с учетом интересов сегодня и абитуриентов, и работодателей, ну и, безусловно, развитие сегодня экономики. Это в части открытия профилей. И последнее. Элистинские огнеборцы провели показательные учения в центре столицы. Согласно замыслу, в результате короткого замыкания электрических проводок произошло возгорание аудитории на втором этаже здания. Началась немедленная эвакуация людей. Стало известно, что в здании осталось три человека. Во время тренировки пожарные отработали порядок действий, приемы и способы спасения людей, а также провели боевую готовность подразделений. Тактический замысел был полностью устранен. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР. Субтитры создавал DimaTorzok